Сегодня в выпуске. Дружил ради наследства. Подруги о фаворите Зыкиной. Сам певец отрицает причастность к этому делу. Певца и композитора Юлиана обвинили в том, что он втерся в доверие к Людмиле Зыкиной для того, чтобы в дальнейшем получить часть ее наследства. Напомним, Людмилой Георгиевной не стало 1 июля 2009 года. После смерти артистки встал вопрос, кому достанется ее имущество. Речь шла об апартаментах, автомобилях, произведениях искусства и накоплениях в иностранной валюте. Ходили слухи, что часть наследства покойной звезды перешла ее фавориту Юлиану. Певец и артистка познакомились абсолютно случайно. Так вышло, что они остановились в одной и той же гостинице. Однажды Зыкина заметила исполнителя в коридоре и предложила ему попробовать домашние котлеты. Молодой человек не смог отказаться. После этого Юлиан и Людмила Георгиевна начали общаться. Зыкина сильно полюбила артиста. Она относилась к певцу, как к родному сыну. После кончины исполнительницы хита «Течет река Волга», композитор заявил, что не имеет отношения к ее имуществу. Однако подруги Зыкиной считают по-другому, передает НТВ. Так, по словам Эльвиры Митрофановой, Юлиан не имел права играть на материнских чувствах Людмилы Георгиевны. Он спел одну песню и решил, что он может таким образом претендовать на какие-то родственные отношения с ней, высказалась женщина. Другая приятельница певицы Елена Лосева, считает, что он использовал дружбу с артисткой ради достижения своих корыстных целей. Мол, Юлиан был альфонсом, извлекающим выгоду из общения с влиятельными взрослыми женщинами. Пишите свои мысли в комментариях. Какое ваше мнение по этому поводу? Что вы сами думаете об этом? Спасибо большое за просмотр. И приятного вам дня! Субтитры сделал DimaTorzok